Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Снег оставили под окнами жильцов. Жильцы улицы, пожалуйста, напротив. Прожить на 3,5 тысячи в месяц Рязанец решил повторить эксперимент чиновника. Голливудский финал, сенсации и многое другое. Как телекомпания «Город» будет повышать новогоднее настроение. Снежные горы прямо под окнами. То, что город не убирают, ни для кого не секрет. Но вот жителей нескольких домов на улице Пожалостина удивила другая картина. Убранный в городе снег привезли в их двор. С местными жителями пообщалась Мария Рудая. Новогодние чудеса, да и только такого сюрприза жители дома номер 12 по улице Пожалостина совсем не ожидали. Утром, выглянув в окно, увидели, как разгружают снег. Вышел с утра, стоит мусоровоз. Посмотрел с балкона гора строительного мусора, то есть обрезки досок. То ли он их грузит, то ли выгружает, непонятно. Несколько куч снега. То есть это все растает, будет у нас во дворе. Свалка дров. Как только наша съемочная группа приехала на место, мусор стали грузить обратно в машину. Куда его повезут теперь, неизвестно. Территория огорожена забором. То, что происходит за ним, хорошо видно с верхних этажей. В центре города, наш ТСЖ находится, организована свалка практически в самом центре города. Уже об этом мы говорили неоднократно. И так она и продолжает. Сейчас сваливает снег, вот мусоровоз за спиной стоит. И каждый, постоянно это дело у нас, так и не прекращаются эти дела, эти свалки. Жителям дома номер 12 по улице Пожалостина приходит смириться с данной ситуацией. Владимир Цибуля признается, уже обращались и в жилищную инспекцию, и в другие ведомства. Но ВОЗ и ныне там. Да еще и сюрпризы бывают. Не самые приятные. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В продолжение темы про уборку города от навалившегося снега. Мэрия потратит 60 миллионов на специализированную технику. Соответствующие изменения в бюджет депутаты внесли на заседание Городской думы во вторник, 25 декабря. Всего из регионального бюджета городская казна получила 211 миллионов. Деньги будут выделены также на дошкольное образование. Сюда пойдут 75 миллионов рублей. И на жилье для детей-сирот 19,5 миллионов рублей. По 28 миллионов направят на организацию общего образования и повышение оплаты труда бюджетников. В праздничные дни коммунальные службы города будут дежурить в усиленном режиме. Так поручил исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов на плановом совещании 26 декабря. Уборка в эти дни будет осуществляться в усиленном режиме. В первую очередь на магистралях с интенсивным движением, путепроводах, транспортных развязках, затем на дорогах второстепенного значения. Градирование и обработка улиц песко-соляной смесью также будут проводить во всех районах города. В ночное время к работам подключатся сторонние организации. Особое внимание Сергей Карабасов поручил уделить местам массового пребывания жителей. Определены круглосуточные телефоны для жителей Рязани. По вопросам уборки они могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу дирекции благоустройства города. Телефоны можно будет узнать в интернете. Другой важный вопрос. Дирекция благоустройства города пожаловалась на нехватку средств на уборку улиц. Тему эту подняли на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры. По словам представителей предприятия, в 2019 году на уборку города заложено порядка 550 миллионов рублей. По сравнению с текущим годом финансирование урезано. Выделенных средств хватит лишь на то, чтобы провести конкурсные процедуры на январь-февраль. Затем возникнут проблемы с уборкой областного центра. Для того, чтобы их решить, необходимо дополнительные средства в размере 400 миллионов рублей. Таким образом, общий объем финансирования составит около 1 миллиарда рублей. Депутаты согласились с тем, что дирекция благоустройства города выполняет огромный объем работ. И пообещали изыскать дополнительные средства на эти цели. Глава муниципалитета Юлия Рокотянская предложила закрепить за каждой конкретной территорией города ответственное лицо, чтобы решить проблему в случае ее возникновения в онлайн-режиме. Подобный опыт, уточнила глава муниципалитета, есть уже во многих городах. Прожить месяц, питаясь на 3,5 тысячи рублей. Видеоблогер и музыкант Виталий Астахов решил проверить заявление чиновника. И поставить свой собственный эксперимент. Что у него в холодильнике и как юноша питается, смотрите в нашем следующем сюжете. Решение поставить эксперимент не было спонтанным. Виталий готовился к концерту, встал на весы и понял, что во время путешествия по Италии набрал лишний вес. Выход, как от него избавиться, подсказали СМИ. Виталий услышал чиновника, который рассказал, что можно прожить месяц, питаясь на 3,5 тысячи рублей. Отправился в магазин, чтобы закупить продукты. От мяса, курицы, рыбы, сыра и сладости пришлось отказаться. Зато хватило на свежие овощи и фрукты. Нужно взять 5 апельсинов по половинке. То есть у нас 30 дней нужно взять 3 фрукта и из 1,5 получится 30 долек. Картошка, гречневая крупа, макаронки, эфир, молоко, яйца – это все, чем пришлось питаться Виталию на месяц почти хватило. Вот мы сегодня кацион, это каш я приготовил в котелке, там, старинке. Вот тогда же так вот и откроем. Все, осталось у меня на несколько дней. Вот такая коробка. На 5 дней, насколько там осталось? Вот сколько яиц. То есть 3 яйца. Раз, два, три, четыре. Четыре дня и два дня без яиц. Отчет об эксперименте Виталий выкладывал в блок. Главный итог – минус 6 килограммов лишнего веса. Как выяснилось, теории выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц можно. Все лишнее с организма ушло, он очистился. И мне понравилось это ощущение легкости. Но именно небольшой голод, он присутствует. И хочется, конечно, я переживаю, что мне не хватает фосфора. Наверное, рыбы нету. Единственное, это не хватило его в рацион включить. А остальное, в принципе, пока терпимо. Один месяц, возможно, можно продержаться. И даже, может быть, это полезно в какой-то степени. Не знаю. Виталий Астахов питаться на 3,5 тысячи будет до конца месяца. Новый год планирует праздновать вместе с семьей и с диетой закончить. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новые стандарты автомобильных номерных знаков вводятся в России с 2019 года. Соответствующий приказ издало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. ГОСТ содержит нововведения. Например, для японских праворульных и американских автомобилей появится возможность заказать номера квадратные. Сейчас для всех авто выдаются номера одного стандарта. Он утвержден еще в 1993 году и уже устарел. Например, он не предусматривает вариантов и размеров для отдельных категорий для классических и спортивных автомобилей. В новом ГОСТе эти пробелы будут восполнены. Разработка документа велась два года. Инициатором выступил научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических, ретро-транспортных средств. Применение указанных знаков будет осуществляться после того, как будут определены технические требования к таким транспортным средствам. ГОСТ вводит 10 новых типов регистрационных знаков. Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера. Раритетам и машинам для профессионального автоспорта вводятся отдельные категории номеров. Их будут помечать литерами К и С соответственно. Буквы будут отделены чертой от остальных символов. Екатерина получила новые номера для своего авто. Они стандартные. Она считает, что нововведение – дело полезное. Как всегда у нас нововведение встречается так сначала негативно. Ну, привыкли, наверное. Водители, у которых авто с нестандартным креплением, смогут самостоятельно обратиться в организации, изготавливающие знаки, чтобы заменить выданные в ГИБДД номера. Вступление в силу нового стандарта не затронет автомобилистов, у которых транспортные средства ранее уже были зарегистрированы. Сохранены без изменения шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков, легковых, грузовых, транспортных средств, прицепов к ним. Нововведение вступит в силу в 2019 году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторную езду без прав. С таким заявлением выступил глава ведомства Михаил Черников. Чиновник заявил, что наказывать за такое правонарушение нужно большим штрафом – от 20 до 30 тысяч рублей, либо административным арестом до 15 суток. Кроме того, возможны обязательные работы от 100 до 200 часов. Эксперты ведомства также считают, что действующая система наказания не позволяет в полной мере обеспечить общественную безопасность. В МВД уже начали разрабатывать поправки в Кодексе об административных правонарушениях. Напомним, сейчас нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если у вас нет новогоднего настроения, наша телекомпания поможет вам его создать. Каждый праздничный день будут транслироваться яркие фильмы и новые программы. Все для того, чтобы праздничное настроение сохранялось как можно дольше. Подробнее о сетке вещания расскажет Мария Рудая. Телевизор еще во времена наших бабушек стал неотъемлемым атрибутом Нового года. Старые, добрые, любимые фильмы. Но кто не нарезал оливье под карнавальную ночь или морозка? Наш телеканал тоже приготовил специальную праздничную сетку вещания. В дни новогодних каникул вы увидите и праздничные концерты, и любимый новогодний фильм. Но не только. В проекте Организации определенных наций КВНщики проводят свой собственный политико-юмористический саммит. Такого заседания он ни в Нью-Йорке, ни в Женеве не видели. Но самое интересное – это знакомство с творчеством Вуди Алина. Вуди Алин – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Кроме того, он многократный номинант и лауреат всевозможных кинопремий, в том числе и обладатель четырех премий «Оскар». Еще сотрудники нашего телеканала приготовили для зрителей настоящий сюрприз – новый проект, над которым работала целая команда. Коллектив телекомпании «Город» подготовил новую программу «Хочу замуж». Это проект нового формата. Он не будет похож на все то, что вы видели раньше на рязанском телевидении, потому что это чистой воды документалистика. Мы опирались на современные тренды, на реалити-шоу и постарались привнести их для рязанского зрителя с нашим рязанским колоритом. При этом принять участие в программе могут все желающие. Для этого необходимо позвонить в нашу редакцию. И вы непременно получите свадьбу мечты и консультацию специалистов. Это полезные советы по тому, как подготовиться к свадьбе, как выбрать специалистов и как выбрать образ, например, на свадьбу, как выбрать кольца. В общем, скучать в празднике вам не придется. Романтические комедии, добрые новогодние фильмы поднимут настроение. Мария Рудая, Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Мультиплексу «Быть» переход на цифровое вещание в России переносили несколько раз. Но, похоже, переходный период подходит к концу. 11 февраля 2019 года на всей территории региона произойдет отключение аналогового эфирного телевидения федеральных каналов. Их заменит телевидение высокой четкости. Для приема цифрового сигнала необходимо перенастроить свои телевизоры или приобрести специальные приставки. И здесь важно не попасться на удочку мошенников, которые ходят по домам и предлагают приставки втридорога. 20 цифровых каналов будут доступны для рязанцев примерно через месяц. Но стоит оговориться, для тех, кто подключен к кабельным сетям, ничего не изменится. И приобретать приставки не нужно. Тот сигнал, который идет в аналоговом формате и вещается с рязанской телебашней, он в основном касается той. Его принимают те люди, которые смотрят телевизор через обычную комнатную антенну. Абоненты, которые пользуются услугами кабельных операторов, кабельным телевидением, эти изменения никак не коснутся. Для них предоставление услуги кабельного телевидения будет продолжаться в привычном им виде. Зато изменения коснутся владельцев телевизоров, выпущенных до 2012 года, и тех, которые работают от комнатной антенны. В первую очередь обратить внимание, оснащен ли их телевизионный приемник цифровым тюнером ДФБТ-2. Если оснащен, то по большому счету у них услуга будет продолжаться, но уже телеканалы будут в цифровом виде. Нужно будет достаточно перенастроить только телевизор. Если телевизор все же не оснащен цифровым тюнером, то необходимо приобрести специальную приставку. В частности, это можно сделать в компании Видикон. Тут такое небольшое устройство, которое совмещает в себе два стандарта цифрового телевидения. ДФБЦ – это кабельные сети, и ДФБТ-2 – это наземное эфирное цифровое телевидение. Это устройство можно использовать в квартире, если вы являетесь абонентом кабельного оператора. И можно успешно использовать на даче, если вы смотрите телевидение по домашней антенне. Если вы смотрите этот сюжет, будьте спокойны, изменения вас не коснутся. Остальные могут приобрести приставку в компании Видикон. При этом цены достаточно демократичные. А если обратиться прямо сейчас, то доставка и настройка будут по льготной цене. Заявку на подключение можно оставить по телефону 709 709. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok